В Чувашии начались работы на объектах, которые в этом году попали в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Контракты с подрядчиками заключили в середине июня. О том, что успели сделать за месяц Ольга Пырочкина. Парк культуры и отдыха в Урмарах. Попытки облагородить 2000 квадратных метров территории местной власти предпринимают уже несколько лет. Шесть лет назад здесь даже начали санитарную вырубку и подготовили проект, который так и остался на бумаге. И вот новая возможность закончить начатое. Объект попал в федеральную программу формирования комфортной городской среды. В ландшафтном дизайне есть такое понятие, как английский сад, когда заросли, которые образуются специальными растениями, плавно переходят в лесной массив. Но в Урмарах явно стремились не к этому. Лебедов, человеческий рост, прокультуру и отдых напоминают только детский городок, который соседствует со старой площадкой. По плану до конца лета здесь должны появиться проезды и дорожки. Контракт заключили в середине июня. За это время подрядчик успел только привезти к кучу песка. Работы еще пока не начаты, хотя и вот видим, песок речной завезен. Деньги, значит, федеральные выделены. Общая сумма финансирования здесь почти 5 миллионов рублей. Срок завершения 31 августа 2019 года. Реализация контракта под контролем министерства. Это значит, что приехать сюда придется еще не раз. Инициативная группа деревни Старой Урмары решила, что для комфортной среды не хватает ровного футбольного поля со специальным газоном. Мы тут играем, приходим. Тут мальчики собираются, начинают играть. Я хотела бы, чтобы было такое же поле, но только лучшая сетка, чтобы было. Дожди пошли, перестали работать пока по этому объекту. Первый слой сняли. Дальше подрядчик должен вложить специальную смесь и засеять газон. Правда, специалисты опасаются, что его могут съесть. Сделать ограждение тоже планируют, но не в этом году. Здесь уже заселение, мы работаем. Тут уже само собой, чтобы здесь козы, овцы не гуляли. В Чубаксарском районе в этом году должны благоустроиться несколько объектов. Один из них – сквер в деревне Старой Тренькосы. Здесь он должен стать главной достопримечательностью. Мы здесь планируем открыть небольшой сквер и площадь павшим воинам Великой Отечественной войны. Соответственно, благоустраиваем перед памятником площадь. И, соответственно, выделяем отдельные места для детей. Для них мы установили тренажеры спортивного характера. И для детей, как я уже сказал, установили детскую площадку. Работы еще не завершены, но дети окончания дожидаться не стали. В общей сложности в республике на этот год запланировано благоустроить 31 двор и 30 общественных пространств на сумму около 400 миллионов. Есть районы, которые вроде бы еще не опаздываем, но нужно бы потянуться. Поэтому с нашей стороны, с стороны Минстроя, будет контроль и качество за выполненные работы и контроль за сроком исполнения контрактов. Срок по большинству контрактов 31 августа. Исключение – Дориспарк в Чебоксарах. Там благоустройство должно завершиться до дня города. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.